Каждую неделю новостные ленты тверских изданий сообщают о задержании наркодилеров и изъятии крупных доз запрещенных веществ сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Чаще всего за употреблением, хранением и даже сбытом попадаются подростки. Именно они находятся в группе риска и чаще всего подвержены дурному влиянию. Не сразу родитель замечает изменения в поведении ребенка, а следовательно может потерять драгоценное время. О том, как протестировать собственное чадо, где и сколько это стоит, выяснил наш корреспондент. В этом году в поле зрения полицейских попали шесть несовершеннолетних за употреблением, хранением или сбытом запрещенных веществ. На сегодняшний день не составит труда как приобрести, так и выгодно продать всевозможные соли и курительные смеси. Чаще всего это происходит бесконтактным способом. Так называемые закладки оставляют повсюду, даже в городских парках. Доступность, небольшая стоимость и приятные ощущения так и притягивают подрастающие поколения. Однако легкое развлечение может обернуться серьезными проблемами. С законом. Если имеются признаки того, что он находится в состоянии наркотического опьянения, доставляется в отдел полиции, соответственно проводятся работы и вызываются родители данного несовершеннолетнего. И соответственно в отношении родителей применяются меры административной ответственности. Если лицо привлечено к уголовной ответственности, то конечно же его ждет именно исправительное учреждение. Правонарушения, связанные с наркотиками, тяжкие преступления наказываются немалыми сроками от 8 лет. Как рассказали полицейские, уголовная ответственность за хранение наступает с 16 лет, а за сбыт в некоторых случаях и с 14. А вот административное правонарушение употребление, например, будет оплачено уже из родительского кармана. Потому мамам и папам стоит быть внимательнее к своим взрослещим чадам и чаще присматриваться к окружению ребенка и к его поведению. То человек пассивен, вял, то наоборот взбудоражен, активен. Изменение настроения без каких-либо для этого оснований. Темные круги под глазами, смазанность речи, речь слишком быстрая, либо слишком медленная, нечеткая, пушаткость в походке. Кожаные покровы меняют свой цвет, они либо слишком бледные, либо наоборот красные. Зрачки слишком увеличены, либо наоборот слишком узкие. Врачи говорят, если все-таки время упущено и подросток успел увлечься, нужно срочно обращаться в наркодиспансер, что на улице Королева, дом 10. До 15 лет нарколог принимает в присутствии родителя или законного представителя. Также для несовершеннолетних создано отделение медико-психологической помощи. Находится оно на Прикопском переулке, 13. Все подробности о работе по телефону 55 51 95. На биографии в дальнейшем эти обращения никак не скажутся, если нет психического заболевания. После прохождения лечения диагноз снимается. Подростка также протестирует и наличие наркотических веществ в организме. Впрочем, это можно сделать и в домашних условиях. Это можно сделать с помощью иммунохроматографических тест-полосок, которые продаются в аптеках. Обычно они предназначены для исследования мочи. Поэтому при появлении признаков опьянения, оно напоминает на алкогольное опьянение, только отсутствует запах алкоголя, можно в ближайшие сутки, двое провести отбор мочи и в течение пяти минут с помощью тест-полосок получить результат. Мы обзвонили несколько крупных сетевых аптек города и выяснили, что тест-полоски на определение в моче наркотических веществ есть в свободной продаже. Этот тест содержит несколько полосок. Одновременно он может выявлять от 2 до 18 наркотических соединений и метаболитов мочи человека. Стоимость теста варьируется от 120 до 250 рублей. Все зависит от количества полосок. Однако врачи напоминают, что тест может не распознать некоторые синтетические наркотики. В этом случае все же лучше обращаться в наркодиспансер. Там проведут расширенное исследование.